Вот Алла Ада пишет, мой брат глухонемой, ему 40 лет, можно ли применять какие-либо ваши технологии, чтобы как-то помочь ему? Ну, вы знаете, у нас уже были эти случаи, работа с глухонемыми. Один из этих случаев широко известен, это то, что произошло с мальчиком Ваней Тураевым из Крыма, из Залушты, поселок Розовое, там есть такой поселок Розовое, под Алушты, и вот там Ваня Тураев был глухонемой мальчик. Бабушка этого мальчика приобрела кассету, которая называется «Школа волшебных знаний», и стала ему ночью ее тихо заводить. Она ему не мешала, в принципе, спать, он просто вот как бы жужжит и жужжит рядом кассетам. И буквально на третий день вдруг мальчик начал говорить определенными предложениями из этой сказки. То есть он, как глухонемой, никогда речи не слышал, и таких людей, в общем-то, считается, что нельзя вернуть к нормальной жизни, что раз у них не было такого опыта слышать слова, то они их никогда не смогут произнести. Но в данном случае получилось, вот как они говорят, на уровне чуда. То есть мальчик услышал то, что было в сказке, стал словами этой сказки говорить, причем подрастающие все больше, больше и больше. Потом примечались ученые из Симферополя, из университета, специалисты в этом вопросе. Потом из Киева, это еще было до того, как там Майдан произошло, тогда еще все было как-то получше. И вот после этого они собрали медицинскую конференцию по инициативе Медицинской академии Украины и Министерства охраны здоровья, то есть это государственный уровень. Рассматривали эти и другие случаи, ну там еще был у нас случай, когда мы там, мальчик Феодосий из Соколы упал, и мы его восстановили. Мы тогда восстанавливали, заметьте, сейчас мы такое не делаем. Мы сейчас только обучаем. А тогда мы еще сами это делали. Мы его собрали. И вот это послужило как бы основанием для этой конференции. Можете рассказать о причинах улучшения зрения с точки зрения вашей науки? Ну, прежде всего, человек, у которого ухудшается зрение, по каким-либо причинам, они разные могут быть, как бы не хочет видеть эту реальность мира. Это могут быть личные отношения, семейные. Это могут быть общественные отношения. Это могут быть международные отношения. Возникает какой-то внутри настрой такой, что не хочу я даже это видеть. И в результате сознание начинает как бы подстраиваться под эту задачу и усложняет вам жизнь, в том числе потери зрения. Виктория спрашивает, почему так происходит? Когда я работаю по какой-либо технологии и помогаю убрать боль родным или детям, все происходит на раз, два, три. Но себе ничем помочь не могу. Ничего не получается. Себе помочь действительно труднее всего. Потому что на самом деле наша, как бы сказать, помощь нам приходит как результат зеркального отражения от помощи тем людям, которым мы помогли. Чем больше людей, которым мы помогли, тем больше помощи мы ощущаем и сами для себя. Это, к сожалению, так. А может быть, не к сожалению. Здесь слово такое неуместно, а может быть, и правильно. Иначе бы все только для себя любимых старались.